Какой же классный фанк у нас сейчас здесь был в паузе, я даже выключать не хотел, но DDoS2 подкрался незаметно, пришлось выключить эту замечательную музыку и начать вместе с Громовым, продолжить. Это великолепие между Бравадой и Тестейкерс. Сколько шансов есть у Тестейкерс, чат? Сколько шансов есть у Тестейкерс? Давайте, наверное, все-таки троечку за Бравада, четверочку за Тестейкерс. Кто кого, давайте посмотрим, что у нас думает чат, ну а в это время пистолетный раунд. В обороне начинает команда Бравада за атаку Тестейкерс, и здесь уже, кстати, Соник получает очень много урона, ведет Акат Волки, так же и Фейди, вот и первая ошибочка от команды Бравада. Стоит ли она им раунда или нет, уже увидим дальше, но от Соника есть разметроту, и все, уйти, по сути, можно в плен. Здесь Детро не будет контролить выход с мидуа, ой-е-е, как же урона-то себе много получается, 44 хп остается, ну и шата продолжается, активный прессик, ну и носитель лежит смок, через него можно пройти было атаки, но все-таки будут выходить на А. У-у-у, что ты поставил? Чудовище, что ты поставил просто, Соник, как это должно работать вообще? Окей, но сейчас уже не должно получаться, Джейти. И, подождите, а стрелять-то будут Тестейкерс вообще, почему? Ясно, хорошо, потому что наби отлетает. Окей, за Браваду пистолет. Самое, что интересно, началось, да, все для команды Тестейкерс очень круто, сделали первый минус на шарте, и все, это единственный минус был, по идее, на пистолетке. Ну и здесь пока что одна четверочка, я вижу, за команду Тестейкерс, и троечки за Бравада, как я понял. Да, так оно и есть, первооружейный для Бравада, соответственно, Тестейкерс играет фулкономический, но и, по сути, 2-2. Да, по сути, 2-2. А, Тестейкерс играет в футбол. Чем еще заниматься, когда в Counter-Strike не идет, а? Что там? Питер передает пас Тензу, Тенз передает пас обратно Питеру, Питер передает пас, 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 миша. Будет ли гол? Ну-ка, ну-ка, гол! Нет, не гол, может, не гол. Я не знаю, где здесь ворота, но мы сейчас придумаем. Междуновок просунул! Питер сейчас шумомит, Тестеру, пасовочка хорошая. Слушай, я не думал, что я стану футбольным комендатором настолько быстро, но этот момент впередил моей жизни. Месси Мбаппе заходит на поле! Что тут происходит? Ну-ка, сейчас, ну почти. Вот оно! Вот так сильно хотят выйти Тестейкерс на ESL Minor. Стандартная Америка, забьешь. От этого на самом деле и грустно, по большому счету. Да, все так. У меня просто смех безумия, я просто шел сама уже давно. Где уже смех, знаешь, такой, свыкшегося... Человека, да-да-да, даже прекрасно понимает, что к чему. Для меня это пока что изрядован выходящий. Да, ты пока еще... Девственно чисто... Молод! И девственно чисто, да, но мы это исправим. Фэйди убивает РЗУ, четыре человека остаются у команды Тестейкерс. Господи, какой стыд! Так, Теннс все-таки Фэйди здесь добил. Кстати, вообще-то неплохо. Если Рафляна отставить, то даже с Фамасом можно кого-нибудь еще забрать. Если получится, если Детрони будет очень аккуратен. Да, его прям затегали, то есть очень миле набежало. И сейчас умрет Детрони, наверное, рано или поздно. Или нет? Да, должен был все так. О, слушай, здорово! Прям Тестейкерс наигрались в футбол. И убрали троих из пяти. Мне кажется, что это даже вообще-то результат. Ков МС, Ков МС, пишет, главное, чтобы они доиграли. Это действительно верно подвечено ввиду последних событий в рамках NA квалификаций. Это актуальная тема на самом деле. Поэтому, да, действительно хочется верить, что этот матч будет. ЦС Кориал тут пишет в чате. О, боже. Это матч великолепен. Сейчас, на самом деле, тоже. Так, иллюзив, будет ли принимать? Кстати, байраунд от команды стейкерс. Слейкерс. Иллюзив за высоким пытается манси. Так, может быть, какую-то гранату под него кинулся. Иллюзив. Но должен отлетать. Здесь очень сложно. Потеряли бы плент, ребята, из команды Бравада. И, если честно, я боюсь, что стейкерс этот Б, во-первых, возьмут. Во-вторых, еще и раунд возьмут. Ну, не факт. Не факт. Там два безумно битых игрока. Это Мичи Тенз. Там еще и РЗУ 43 хп. Условные гранаты молики полетят и будет ГГВЦГ. Но, как мне кажется, да, Бравада не горит желанием идти выбивать. Это сейф девайс в первый раунд за команды стейкерс. Первое оружие все-таки заходит. Причем с потерей всего лишь одного девайса на данный момент времени. Но Фейди вместе с Соником идут это исправлять. И, по идее, как раз таки... А, нет, Детро не играет все-таки с ямой. Я думал, знаешь, будет ждать где-то на Сити в попытке отстрелить игроков в стейкерс. Но от Питера есть минус по Фейди. Неплохо. Запушат ли сейчас Соника? Да, запушат. НС погибнет. Есть понимание, где находится оппонент. Ничего такой молик от Соника. В итоге пушить его дальше, естественно, никто не будет. Берет Соник калаш. Будет выживать. Все будет неплохо. Для команды стейкерс тоже, кстати, все будет неплохо. Они все-таки раунд взяли на свой первый. Вообще-то молодцы. Нету денег у команды Бравата. Здесь придется... Либо дефорсировать. Типа три ФАМАСа скинуть. Там скаут... Ладно, уже два ФАМАСа скинуть. Вот один ФАМАС и второй. А, стоп, а второго не будет. Я плохо посчитал. Я запутался. У вас есть второй ФАМАС? Или нет? Второй ФАМАС, окей. А, в принципе, и так ничего. Не знаю. Ладно, посмотрим, что будет по... Стратегии от команды стейкерс. Опять же, занимается нижняя тэшка. И не очень-то сильно агрессирует команда Бравата. Опять же, занимает длину у нас третий игрок. Это Фэйди. А, нет, не Фэйди. Джейти как раз-таки со своим скаутом в упоре. Но, опять же, не пикают игроки от команды стейкерсами. А вот под флешку Фэйди выпускают. Есть информация у него по мичу. Слышал игрока на воротах. Хару. Ух! Хаяшка-то залетела по тензу и мичу. И у каждого по минус 50. Вот это уже годненько. Да, это по второму армору. То есть, это буквально, опять же, близкое к идеальной Хая. Тем более, если цель больше одной потеряла половину, то прям даже идеальная Хая, пожалуй. Соник. Выгоняет Соника со своей позиции. На пропете он уже так стоять не сможет. Ну и довольно широко здесь стоит. Правда, все равно тестейкерс на Аплант не набегают. К слову. Будем ждать их решений. Пойду через коробку. Походу. А здесь GT. Но GT здесь один будет. То есть, и это... А, это еще и скаут. Ну, довольно мобильный девайс, кстати. Может, даже убежит. Да, убежит. Причем скорость бега с ним больше, по-моему, даже, чем с ножом, если неж. Так. Есть минус. Еще. По мичу, точнее. А там уже на зиге шанобин. Заканчивает выступление. Фейди в это браунде. Ой, второй топором от GT был фатальным. Соник тоже погибает. И это уже 2 в 3. Выход на базу, а есть в исполнении команды. Тестейкерс Детронть забирает РЗУ. Это 2 в 3 по-прежнему. В пользу команды. Уже 1 в 3. И 3 в 0. Неплохо. Тестейкерс наконец-таки все-таки берутся за дело. И вот теперь бравада должны играть экономический раунд. Вопрос в том, что действительно атака в последнее время на втором додасте, она явно лучше, чем оборону. Но, опять же, сильнее именно по свободности сторон. И бравада, я думаю, сама это прекрасно понимает. Она эта команда имеет в виду. Так что смотрим. Смотрим, что могут выдать в обороне бравада на перспективе. Ну, а пока тестейкерс действительно в последние 2 раунда смотрится очень даже неплохо. Да, согласен, кстати. Если шутки отставить. Очень нравятся мысли одного из наших чаттеров. Типа, бравада начинали. Понял, ставлю тотал меньше 25. Чуть позже. Понял, заливаю тотал больше. Эх, вот человек между двумя демонами мечется, понимаешь, что тотал меньше, тотал больше. И никак не понять все-таки, меньше или больше. Меньше или больше. Экономический раунд от команды бравада. Теоретически они его проигрывают. Тестейкерс берет свой третий. В атаке не так плохо даже начинают. Но бравада, конечно, не сдадутся. Первая карта ушла в салатину. С таким замечательным настроением. Есть варианты хорошо сконцентрироваться и взять какой-то минимум на защите, на дасте. И потом в атаке раздербанить оппонента. Тоже, собственно, в такую же салатину или в ешечку какую-нибудь, например. Знаешь, меня просто что смущает? Опять же, если вот именно исходить от статистики хелтв.org, даже если бравада заливает эту карту, то бишь проигрывает, давайте верно назвать их своими именами, третий карты и трейн. У трейн у бравада очень, на самом деле, неплох. И вопрос в том, насколько хороша эта локация у команды тестейкерс. Точнее, вопрос был тариторическим, потому что на хелтв у них 0% винрейт. Там всего две карты были. Но у них... Как бы такое. Не должно быть, наверное, особо каких-то винрейтов. Ну, команда-то, понятно, то есть тут стак, по сути. То есть они вот собрались, когда они там собрались. Я, то есть я, бог его знает, когда они там собрались. Но вот это обычные вариации с открытых квал, типа на закрытый, на мажор. То есть какие-то стаки новые, какие-то, возможно, особенные штуки. Типа и так далее, и так далее. Вот. И статистики по таким командам очень часто вообще не бывает. И как играют обычно ни черта не понятно. И в короткой перспективе, и типа и на длительной дистанции. Кстати, здесь жити около коробки и синего похоронил оппонента, но другой игр команды тестейкерс ответил сразу. Вот. В общем, предполагать сложно. И, слава богу, когда в таких составах хотя бы знакомые игроки есть. То есть ты такой предполагаешь. Ага, окей, типа этот играет так, плюс-минус вроде я помню, это так, и так, и так далее. Так, Детроне. Детроне, 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 Крадио Калач. Сейчас покровим, походу, этого еще товарища НБ. Прикольная история вообще от команды Бровад. Ну, один положительный момент в этом раунде ездили команды тестейкерс. То, что они бомбу не выронили под Б-плантом, а то мы увидели, как они делают это круто на Инферно. Ой, блайндовый Детроне, Питера его закрывает, и можно снова сместиться под Базбой команды тестейкерс. По Сонику информации не было. Вопрос еще в том, что у Соника нет никакого армора, и лишь по 250 в руках, поэтому довольно тяжело будет. Да, в итоге Соник сам погибает, это 4-2 в пользу команды тестейкерс, и сейчас полное оружейное будет от Бровады, соответственно. Но! Смогут ли они даже в полном оружейном дать сейчас отпор команде тестейкерс? Узнаем очень-очень скоро. Во многом интересно посмотреть, сейчас будет за Питером, у него как раз-таки не очень-то и плохой респам для того, чтобы пикнуть мидл ворота, но и как раз-таки он этим делом и занимается. В Смог он уже не попадет, двух игроков пропускает на Б-плент, и первые Смоги полетели как раз-таки под мидл. Так! Дабл ВП, это интересно на защите. Может и сработает. Нижняя Темка от команды тестейкерс. Фейди что-то тут на орехи получил. А, на коробке. Пули мимо глаз летят. Мимо ушей Фейди пока живой, и 18 хп остается. Уйдет он с этой позиции. Должен чуть подальше, да, умирать, потому что прям совсем не хотелось бы. Это стейкерс нормально, то есть четверка уже есть, прям реально приятно действительно на атаке. Вот реально шутки отставить. Самое забавное, что на Дасте получается. С Соника развели Соника на выстрел, и Бравада уже начинает немножко... Вот не как-то до Инферно играть, именно спокойно и размеренно широко, а что-то... Он дрожирует. Да, 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 уже как-то вот узенько так все, с нервами, резко, некомфортно. Неэлегантно, так скажем, как это было в рамках карты Инферно. Но посмотрим. Опять же теперь это их пик, и будет забавно, если пиком разменяется. Джейти кладет Молик на выход с верхней тэшки, понимает, что в принципе по таймику тестейкерс могли оттуда выйти, но и все-таки выхода нет. И бомба стягивается обратно в нижнюю тэшку, быть может мы увидим с вами сплит на базу А, но на длине абсолютно никого нету у команды тестейкерс, поэтому выход через зигу, но не знаю, там иллюзив будет контролить с гуся, и иллюзив будет первым, кто даст информацию. Ну и шиноби, ой, и выходит на мидл, минус об дотроне, ну и первый авик себя реализовал у бравада. Да, все так. В меньшинстве команда атаки, гусь будет работать, будет работать гусь, иллюзив, первого, второго, не, второго не совсем получается, не, все-таки получается чуть попозже. Тихо-троныш все-таки на фейде спасает иллюзива, а мог бы иллюзив отлетать. На калаш меняет иллюзив АВП, который подобрал, потому что трипл ВП это что-то уж слишком много. Кстати, два трофейных калаша для защиты, это вообще-то слишком жирно тоже, к слову, поэтому бравады что-то берут руки, руки в руки, ноги в ноги, видимо, и потихоньку получается возвращаться. Так, ну что, поехали. Напомню, что если команда тестейкерс проиграет этот раунд, денег уже не будет на следующее, это значит, что бравада может выйти вперед в рамках карты второго за нас там, ну и смотрим, что будет сейчас. Опять же, есть контроль нижней темки, будет сюда спускаться игрок команды. Тестейкерс, это РЗУ, ну вот, кстати, РЗУ по-прежнему играние очень хорошо идет, 3,6, 30 статистика в дважды, ну и от Соник первым минус, пикает он опять же пальма, минус потензо есть, джетти закрывает также митча, ооо, но это 5 в 3, 5 в 3, проблемы преследуются на Тестейкерс, 4 в 2 единицы на размин есть от Шиноби, и фраза от РЗУ. What? Что? Типа что? А, кстати, почему ты не слышишь, я вот не понимаю. В смысле, я же для трансляции это выключил, потому что это же паника вообще будет на трансляции, энтропия, ужас и, ну, некрасиво. Ой-е-е, что происходит? Ладно, я не буду ничего говорить. Там все плохо, да? Там игроки уже прям флеймят друг на друг. Понял, понял, понял. Ну, Тестейкерс как бы стак, о чем мы ожидали. В смысле, другого я особо вроде не ожидал. Единственная проблема, что я вот доджу вот эти вот прослушивания, мне как бы и так инфо хватает, чтобы это в принципе понять, плюс-минус опять же и предположить. Ну, тебе вот удачи с прослушиванием там, кто виноват, кто сегодня за котом не убрал и как бы и так далее. Да-да-да, давай-ка про кота твоего поговорим. Или же оставим это за кулиси. Это риторический опять же вопрос. Нет-нет-нет, это все ребята, которые меня на Америке смотрят, периодически... Слышат его? Слышат моего кота, потому что это же ночь, и кот старый, и там иногда кости ломят, и все остальное. А, он старенький у тебя? Конечно. Кошка молодая, а кот прямо совсем уже дед, ему лет типа 18, он со мной очень давно. Нет, ребят, не имеем права мы включать это на трансляции, это может вызвать некий резонанс вся эта история, поэтому в избежание каких-либо проблем мы это все-таки отодвинем на второй план, поэтому максимум, что я могу это вам говорить, что примерно там происходит, вот, то есть, самые-самые безобидные фразы. Так что без обид. Ой-ой-ой, детроне, прям найс сыграно, с ВП, все еще исповедую WVP, ребята, из команды Бравада, на защите его туда включились, то есть, как и говорил, потихонечку взяли руки в руки, все остальное во все остальное, и вот постепенно, как бы поняли, что да, что-то вот Инферно был рафляный совсем, а здесь надо все-таки как-то дозаканчивать, да, и прям понимать, что происходит. Арзу со всех сторон получает, Шиноби, наверное, в ближайшее время тоже отъедет. С точки зрения того, то, что говорил Громов сейчас, в смысле, с точки зрения ФБР-овской прослушки, как бы, аудиосообщений, опять же, вроде и предположительно, но с такими именно настроениями, с такими состояниями особо концентрировано не то, чтобы что-то сделаешь, и поэтому это ПТТ будет обязательно бить, и бить будет всю карту, и бить будет, как бы, до упора, пока они не перестанут, если вообще перестанут, обычно стаки не перестают в течение карты, то есть, это слишком малое количество времени, чтобы им, типа, перестать. То есть, только профессионалы могут в течение, типа, трех раундов, дай бог, успокоиться и продолжить, но не вот эти ребята, вероятно. Это уже три проигранных подряд от команды Тестейкерс, перманент на четвертый, потому что нету денежных средств на реализацию пятого раунда Тестейкерс, 6-4, это уже прям плотный счет для команды Брават, для того, чтобы выйти на первую половину в рамках победителя, как минимум, но, опять же, мы не будем загадывать далеко вперед, просто есть такая перспектива, причем, очень даже не призрачная. Без обид, без обид, на осадочке осталось, давайте тотал меньше. Какие же вы кексы? Какие же вы кексы? Кексы, да. С ванильной стружкой. Женя! Женя! Два ночи, нет! Хватит! Я понял, это нельзя испытывать. Это я, типа, худющий в меня, все, что влезает в меня, я толще не становлюсь, я понял, хорошо, а я что, жирный? Да вроде нет. А то так сказал, ладно, у нас здесь фейдик, который львовик на метод, вообще без шансов, франк для команды барабад, понятное дело, потому что здесь голые пистолеты, ничего сверхъестественного не было, до одного игрока потеряли, это не страшно, это дотроне, так что... Я к тому, что питание, типа, у всех разное, и кто-то чуткий, а кто-то вот, а кому-то... Нет, это я, я на самом деле, не про то, что типа, я ночью там не емали, что-то еще, про то, что типа, это как-то настолько вот звучит все в 2... в 2-10 ночи, ванильная стружка кекса, что ты думаешь, господи, что такое? Не, ну это вкусно, ну вкусно, джейти, 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 почку получил, отъехал, нормальные флешки, хорошие флешки от команды стейкерс, окей, не буду говорить, что нормальные, они прям, реально прям, найс, соник остается здесь один, и так как он не ешь, то быстро особо с ОВП, то не убежит, и вот на ранних таймингах уже от стейкерс, по сути, проломили одно из направлений, можно давить все, что угодно еще, потому что в меньшинстве же команда защиты, иллюзия сейчас в бочину получит, уже получил, ОВП надо сейвить, вариантов нет никаких, пятый раунд вероятный для ТТ. Ну, кстати, вот в этот раунд был неплохой, от команды стейкерс, но, пятый есть, от соника, фраг по мечу, размин от Питера моментальный, но Питер еще контролит выход с зиги от соника, но и сейчас дымы как положат, ох, как положат, еще нет, все-таки Соник уходит с этой позиции, что его здесь уже встречает товарищ Тенц, это 6-5, у Бравады есть еще очень много денежных средств, чтобы реализовывать для себя седьмой раунд, но ты стейкерс молодцы, стоит их похвалить, потому что и так здесь дела идут не очень хорошо, и эта хвальба может быть, пусть они ее не слышат, но она передается через там космос, туда-сюда может быть, поможет, потому что хочется увидеть, наконец-таки полноценный БУ-3, если у нас завершающие два матча североамериканской стадии квалификации СЛ на минор будут 2-0-2-0, но как-то это не совсем круто, если честно. Ну, согласен, да. Вроде последние слоты, а как-то с этого команды не совсем получается бороться, и какие-то тильты, и фриказоид в первом матчапе, и здесь вся команда чуть ли не... Поэтому согласен, что-то сложновато. Вот один из тех моментов, когда с точки зрения психологии, как бы ментальности, необходимо сохранять вот это замечательное слово на английском языке, композер, есть, да, Вот-вот-вот. Все. Все в тебе сохранять. Слушай, здесь Иллюзия будет принимать выход на базу Б. Погибает Ли. Хороший спрей. Также ПРЗУ. Минус только от Энза. Это 4 в 2. Питер погибает. О, есть вся информация, которая нужна команде Бравада, чтобы реализовывать для себя уже седьмой раунд в обороне. Проходит все-таки под базу Б. Энз. Попытается снять бомбу. А нет, не попытается. Потому что Детрони моментально его дискредитируют на Б. Плантует. Это 7-5. 12 уже позади. И 3 еще впереди, уважаемые зрители. Всем еще раз доброй ночи. С вами Громов. С вами Слипчик. И это последнее противостояние на сегодня. Быть может не последняя карта, а в рамках Б.О.3 противостояние действительно... Ну, если не последнее, то крайнее. Давайте называть так. Потому что у нас очень многие зрители относятся по-разному к трактовке. Слово последний и многие там, скажут, кто верит в какие-то приметы или что-то еще. Крайний матч. Ну и Бравада ведет 1-0 в серии. И ведет также на карте ДДАС-2. Опять же, на своем пике. Поэтому у Бравада пока что очень хороши шансы на то, чтобы попасть на минор. Да, все так. Ой, на миноре это с Бравада лучший минор в истории, черт возьми. Прямо совсем как-то приятно будет. Так и раунд от ТТ. Предположительный восьмой для Бравада. ТТ, конечно, подумают. Ну, что здесь можно поделать интересного? А, ну футбол поиграть, да. Опять? Да, да. Да, опять. Ну, с точки зрения, как бы, если без шуток, то либо это просто действительно мяч покатать, успокоиться, либо, конечно же, это обсуждение того, что делать в следующем раунде. Не обязательно именно сейчас, да. То есть это такая отложенная пауза. Но с учетом именно подхода команды Тестейкерс, типа, и вот аудиосообщения, о которых Громов говорил, выглядит так, что вроде как пытаются себя как-то успокоить и занять. Прикольный, кстати, выстрел смог. Это шутбер. Настоящий прямо щеноби, черт возьми. Нинджа. Но не все так просто. Хотя на Б-Плэнт реально набегли здесь. Джива года ждал. Тенц и мяч остаются вдвоем. Но погибнут оба, наверное, рано или поздно. Предположительно, опять же. Слушай, но даже бомба вроде как могут поставить игроки команды Тестейкерс. Правда, все, как и выходит. Тенц минус два! Это родные команды Тестейкерс! Серьезно? Заглоками. Гулые пистолеты? Самая главная буква алфавета в таких случаях. Вот этот нормальный раунд залетает. Видишь, футбол помогает людям. Ну вот сразу видно. Сразу видно. Интересный раунд. Бравада в шоке, наверное. И это вот немножко может зарядить чуть-чуть ребят из команды Тестейкерс с точки зрения вот как раз моральных составляющих. То есть типа парафлянили-парафлянили по... Мяч погоняли, раунд забрали, все хорошо. Вот она психология на... Как бы порастраивались, мяч погоняли, успокоились. Раунд прикольный прямо реально. Раунд забрали. Не тенденциально вот правильный, да? Как бы неконвенциальный, собственно. Все сделали, вроде... Внезапно получилось. Окей, можно тащить дальше. И к раунду команды Бравада, конечно, и Тестейкерс, вероятно, возьмут свой седьмой. То есть типа половина будет очень близкая. Уже никаких там резких доминативных штук. Но... Ну, Бравада, не знаю. Расслабились. Вот видно. После первой карты, но... Нехорошо немножко. Ну, ладно. Смотрим. Раскидка под базуа в исполнении команды Тестейкерс. А здесь я вот Бравада вот такой вот пик на пальму. Мяч находит первый минус. Мяч второй фраг. Хорошо. Также есть минус по Фейде. Но это, опять же, первый размен только от иллюзий. В 4 в 2 будет заход на базуа. Постану... Постану. Все. Поставлена бомба. Соответственно, сейчас от команды Тестейкерс. И это 7-7. И будет последний раунд первой половины фу оружейной как для команды Бравада, так и для команды Тестейкерс. И там будет очень интересно проследить именно тактическую составляющую двух команд. Да. Все так. Обязательно посмотрим на это событие. Человек, походу, который поставил... Какой чат ночью бывает прямо супер уютный. Иллюзив, наверное, кого-нибудь похоронят здесь. Я не уверен. На этом сейчас посмотрим. Или в спину получат. Так, на нижнюю темку сейчас кто-то пойдет, не пойдет? Тенс. Не пойдет. Окей, тогда иллюзия все еще может убить человека. Нет, не может, окей. Ну все, бывает в жизни. Так вот. Ясно, понятно, понял, принял. Записал, обработал, мамон, выселяемся из хаты. Чатик, вы просто лучшие сегодня. Так, ну что, поехали смотреть за последним раундом на первой половине. Что по сетапам... Ооо, ну это грязь от меча. Это грязь от меча. Это плюс. Плюс ко всему это три. А века было. В начале раунда. Ну, тенси все-таки свапнется на АК-47. Понятно, что после раунда они закупили себе несколько вариантов развития событий. Так что и меч подбирает себе вместо Скары как раз-таки еще АК-47. Ну и первым минус по иллюзию. Также минус по фейди. Хорошо. Три в пять. Это стейкерс уже в большинстве пять в три ситуации. Только один напорник на базе А. Это Соник. И Соник поздоровится. Восьмой за ТТ. WVP. Не то, чтобы Бравада что-то сделают здесь. Вот таковая первая половина. Ну, в смысле, да, поставили. Так, стоп. Не-не, должны отъезжать, конечно. Вот так все должно вроде и происходить. Не то, чтобы плохая половина от Бравада. Но не совсем уверен. Ну, это все-таки засчитано на Д-дасте. Она у разных команд немножко по-разному происходит. А вот теперь как раз вот эти вот тимплейные штуки Бравада могут наконец-то постепенно включать. То есть вот атакующие тимплейные штуки. Типа механическая стрельба там хорошая. Только надо прям сконцентрироваться после первой половины. Реально собраться, потому что они немножко расслаблены и дисконцентрированы как раз. И вместе вот Focus Fire, такой вида типа Space Soldiers, хороший прям, вот прям качественный, да, когда вот команда вместе играет, прям идеально буквально сделано. Вот поэтому состав так импонирует. То есть настолько вместе долго, что друг друга не понимают. Focus Fire слушают друг друга как бы. Ну, в общем, классно. Реально приятно. Не то, что опять же нужно понимать, что все-таки тестейкерс именно собрали состав на эти квалы. Вот-вот они, да, вот опять же. Не раз мы уже отмечали. Поэтому, ну, за счет опыта как-то стараются составлять конкуренцию. Ну, получилось вроде на карте на Das2. Ну и в принципе, Das2 слишком хорошо играбелен. Бравада как раз-таки для бюстов, потому что от бюстов ты можешь здесь ждать абсолютно ничего угодно, а значит, что не ждать термо-счета ничего, потому что это может быть абсолютно абсурдный раунд. А Бравада все-таки, ну, проще было бы играть против там конкретной команды. То есть если Инферно на более командная такая, на которой на одном скиле не бегаешь, не постреляешь, то именно как раз-таки на Das2 к таким картам относится. Посмотрим, что будет по второй половине. Теперь Тестейкер сыграет в обороне, Бравада в атаке. Ну и Бравада как коллектив должен атаку свою, соответственно, отточенно играть в рамках этой карты. Если у них все пойдет по плану, и не будет паники, то я думаю, что как 2-0 закончится. Да. Вообще, предположительно, мне кажется, что именно так и закончится. Видимо, мой код говорит, что в принципе да. В принципе, вроде так и должна закончиться. Или он болеет за Тестейкер, если я так и не понял. Что-то как я кошачий язык не понимаю особо. Ну ладно. Будем ждать второй половины. Чат, как вы думаете, кто здесь таки будет превалировать на карте ДДАС-2? Напишите ваше мнение в, собственно, чат. Да, давайте опять-таки же троечку за команду Браваду и четверочку уже за команду Тестейкер. Во, говорю же, чат классный. Слип займи, косарь. А почему ты смеешься? Займи косарь человеку. А? А? А ты купи слона. А? А все говорят, купи слона. Ты купи слона. А ты купи. А вот, вот, как бы... А подняй щит за безлимит. А болей за своих самых быстромобильных от Мегафон. А? 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 А гидролес гендезит мигмайзотар. А? А? Это состав чипсов Лейс на казахском или на каком-то таком. Я тебя понял. Это и быть, короче... Все, что я могу... Хорошо, я расскажу. Есть, точнее, был такой момент, короче, сидим в универе, прогуливаем пару с ребятами в столовой и что-то думаем, что поделать. Давай, поизгаляемся над кем-нибудь с телефона, да, позвоним кому-нибудь, будем на каком-то языке разговаривать. Не помню, честно, какой-то язык конкретно был. То есть, ну, точно это не русский. Не возьмусь. Точно указывает чей-то. И просто читаем состав пачки Лейс. И в трубку говорим что-то. Да, пытаемся там произносить какие-то звуки, которые написаны на обертке. И ты вот это читаешь, и там... Что? Кто? Непонятно. Алло, Антоша! Антоша, тебе Спилберг звонил! Типа, ну, что-то из этого рода. Ну, типа, да. Громов сломал с липчика в хлам просто сейчас. Вот это я вот замечаю. Теперь это мой регион в Северной Америке. Я пришел. Просто вот сейчас вот это ультанул. Вот сейчас просто ультанул, как void, короче, в пятерых. Я не знаю. Вторая пистолетка, дорогие друзья. Тестейкер спротив Бровада. Сейчас будем смотреть. Врыв на мидл от команды Бровада. О, почему Бро или Себра? Хотя они такие классные, что они прямо все Бро, действительно. Три на четыре, в меньшинстве команда атаки. Сплит на Б не совсем удался, а прям идеально. Узко очень забегают, отлетает все. И Фейди отлетит в ближайшее время. Перезарядка не вовремя, должен погибать. Погиб. Так, ну что, поехали смотреть уже за 17-м раундом. Бровада испытала проблемы в первом раунде. Второй половине, то бишь, пистолеток проиграли. В первом действии придется не по вкусу уже 17-й раунд. Потому что тестейкер все хорошо по девайсам. Это будет голые иглаки для команды Бровады. И будем уже смотреть. Так, как раунд от Бровадо гейминга. Ой, какая каяшка. Очень-очень больно. Залетело. Ну, я не уверен, что на шорта они добегут живыми. Добежали живыми, кстати. Серьезно. Вот прямо раш. Прям вот так вот. И можно даже что-то стоять. Или нельзя стоять? Да нет, что-то по-моему особо. Слушай, настоящая прям перестрелка в духе Голливуда сейчас была 5 трупов. 6 какая. Да, ребят, я приношу свои извинения за вот эту легкую... За легкое, так скажем, вот это вот словоблудие. Потому что все-таки, да, есть небольшое поплавление. Нормально. Три двойки. Все, не придирайся. Наташка расплавила. Нормально, сейчас соберемся. Три двойки у нас на часах. Всем доброй ночи. Ну и все, превращаемся обратно в адекватных. Это на 18 транс. Ну и что же, первый оружейный в рамках второй половины для команды Брава АДТ и Стейкерс, соответственно. И уже Питер здесь получать много урона. На Азиг выходит Фейди. Как не забрал Шиноби? Непонятно пока что. Но что, Ноби все-таки отсюда уходит. И уходит ценой малой крови. Ну и вот первый минус от Соника. Кстати, Б-Плент. Б-Плент устроен, да. А где? А где ты, Стейкерс? А бросили. Ну, бросили. В итоге АКТН, конечно же, засмочено. Там смоки хорошие, плотные, бомбы будут поставлены на бета. Ты сами понимаешь, что раз уж бросили, так мы обратно не возьмем уже не наше. Не наше. Ну что? Стои в трех девайсах от команды Стейкерс. И вот он первый уже оружейный за команды Бравада. И прям вообще шикарно для них будет. Если ни одного девайса не потеряют. Это прям вообще прям идеальный вариант для команды Бравада. Ну вот уже следующий оружейный будет очень интересным. Проигрывая следующий оружейный, команда Стейкерс рискует отдать уже, соответственно, и девятый раунд. Потому что на девятый раунд, то бишь, получается, какой-то будет 18... 19-й раунд, у них тогда денег не будет. Да. 20-й будет. 20-й будет. Да, 10-8. Так что очень опасная ситуация, на самом деле, очень шаткая. Да, сложно все здесь на додастие, пока как-то все прям интересно получается. Ну, в каком-то смысле непонятно, не особо пока читаемо. То есть я вообще не понимаю, что дальше будет происходить с точки зрения тенденции в счете. То есть все что угодно. Не могу никак вообще просчитать, слишком много входных неизвестных параметров тендс на яму. Выходит, разовый должен погибать, погибает. Соник взрывает дисципонента, GT немножко теряет половина хп. Про яму бы не забыть, и вообще-то зафлешировать ее. Ой, двоих может забрать тендс. Второго еще, вот прям идеально. Нет, третьего уже, наверное, не заберет. Третьего забирают. Кто заберет тиммейт? Да, шикарно. Ну, вот опять же, да, вот цена ошибки. Команда Бравада не успели прочекать яму. И ввиду этого момента команда Бравада теряет раунд для себя. Это все-таки 11-й для Тестейкерс. Питеров закрывает еще новая команда Бравада. 11-8. Все шикарно. У Бравада есть деньги, но, не знаю, наверное, все-таки пистолеты лучше покупать. Хотя, кто знает, может быть, Бравада примет решение далеко соперника не отпускать и сыграть на максимальный бай. Да, так оно и есть. Так оно и есть. Бравада понимает, чем дело все может кончиться. Все это может кончиться третьей карты. Если очень сильно далеко отпустят своих оппонентов. Ну, посмотрим. Питера будет пикать терриспаун. Там есть как раз-таки Соник. И Соник попадает по Шиноби. Но это выход на базу Б. Шиноби здесь уже родовый. Это проблема. Во в таймингах выйдут, наверное, чтобы без гранат. И Шиноби здесь со смоком. Вот сейчас подсмок. Вот сейчас. Вот сейчас. Давить, 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 давить. Пытаться. Мич убивает всех подряд. Иллюзия за высокий мич находится. Иллюзия была слепленная. Сейчас неослепленная. И труп мешает очень сильно прицелиться по мячу. И этот труп тиммейта, по сути, мячу помогал, на самом деле, выживать. Питер с АВП находится. Флэширует мейн двери. Соник еще взрывает. Взрывает оппонента. Или это старый килл был. Ладно, неважно. Не имеет особого значения. Питер. Вместе с товарищем. Вместе с Тензом. Подсадка. У-у-у. Бомба падает. Вот это неприятная тема. Троний, наверное, подберет. Но 2 в 3. Слишком сложно. Соник, конечно, прикроет. Через желоб попытаются. Возможно, забраться. Нет, не попытаются. Кстати говоря, Молик не то, чтобы вовремя. Что-то совсем поздно. И что-то стейкеры немножко по таймингам вообще-то промахнулись. Вопрос в том, как против Детронии будут играть. Соник, если попадут, это будет тайм-панч. И Соник уже вряд ли попадет с АВика. Но это нужно по нему еще попасть. Да, Тензе есть минус. Видит пробег. Плэнт. Хороший первый минус. Но там на дефолт они должны не пускать. А Питер-то уже как с окна как раз-таки смотрит своего оппонента. От Питера шикарный выпад. И это 12-й раунд для команды Тестейкер. Денег на следующую Браваду ровным счетом нету. И это отличная заявка от Питера и компании выиграть карту Дедаст 2. Напомню, это лишь всего лишь заявка. Бравады еще могут вернуться. Но по сравнению с картой Инферно Тестейкер просто божило этой игры. Да, пожалуй. Пожалуй, все так. Ну как-то вот Дедаст переворачивается не в ту сторону. Но для команды Бравада. Ну, без того, что мы видим. Сейчас. Как-то немного не в ту сторону. Ну, все, конечно, бывает в жизни. Если что, будет третья карта. То есть первая карта как будто бы вышла как подушка безопасности какая-то. Питер что-то на ранних таймингах хотел застрелить, походу, кого-то. Кто выходил из нижней тенки. Но, если честно, выстрелил слишком рано. Иллюзию здесь корольник оппонента. Ирзул отвечает. Потому что без арморов же. Поэтому хаешки приютают очень-очень больно. Иллюзив должен погибать, казалось бы, мне. Но как-то вышло так, что его и не заметили особо. Иллюзив все еще жив. Нет уже мертв. И GT и Sonic вдвоем. Так, информация по оппоненту есть. Все-таки бомба подбирает Sonic. Но ему вряд ли RZU удаст ее поставить. Sonic, хотя нереальный хэдшот сейчас по RZU. Видит еще одного игрока на шарте. Это мич, мич очень опасен. И здесь также Питерс по 250-шиноби. Хорошо разбираются с GT и Sonic. Это 13-8. Но и оружейный, который может поставить во многом точку. В этом противостоянии, если бравада его проиграют. Да, даю 14-й перманет, по 15-й практически. Но бравады уже на 15-м будут закупаться. На 15-м для команды T-Stickers, я имею в виду. То есть тут уже будет борьба до конца 100%. Но вот бравада, насколько пройдет этот раунд, во многом зависит их дальнейшее положение. В рамках этого ESL Qualifier Miner. Да, все так. Окей, будем смотреть, что здесь будет дальше. Sonic все-таки какой-то опинфраг есть. Но этого, кстати, мало. То есть вот эти вот опинфраги от бравада. Опинфраги от бравада. Почему-то на атаке для них не совсем всегда работают. То есть они вроде делают, но потом в середине и в конце раунда все получается максимально плохо. И раунд проигрывается. То есть неоптимальное решение или неверное решение. Или и то, и то. И как бы все в супе, все вместе. И в общем все не так. Все не то, когда твоя девушка Орел. Замечательный комментарий от September, бро. Это потому, что они в футбол поиграли. Вот констатация факта, констатация факта. Так, ну здесь Sonic на самом деле зря пикается. Потому что буквально потом пару прострелов через дверь и Sonic уже в этом раунде не поможет к своей команде. Но отпускают Аплент. Понятное дело, игроки команды Test Takers. Питер будет играть на пальме. Ну, понятное дело, что вероятнее сейвить команда Test Takers. Потеря девайсов вот этого раунда не стоит. Потому что денег не так на самом деле много. Если потеряют девайсы, да, там будут дропы. Но крайне нестабильный бай будет. Киты есть, все есть. Но решение от Test Takers все-таки сейвить девайсы. Или же нет. Выход на шорт. От флешку. Но здесь сразу погибает. 2 в 4 уже будет крайне тяжело это сделать. Питер последний. АВП бы забрать у него. В том плане, что убить, соответственно. Иллюзив убьет, наверное, Питера. Питер влетает на Плент А. Начинает дефюзить. Это был фейк. Отлетает. Не успеете АВП подобрать. Нет, некому. Жить и пытался. Пятиметровой рукою дотянуться. Да не вышло. 13. 9. Однако. Однако. Я не верен, что это камбэк. Но. Все может быть в этой жизни. Все может быть. Ну, давайте смотреть, что может быть, а что не может быть. Это люди, во-первых, респаун будет ли реализован. Нет, не будет. Потому что никто из команды тестейкеров не поджимает. Но это опять же прессинг шарта в исполнении команды тестейкеров. Что по девайсам. Это 2 кольта. 2 АВП и 1 дегл в исполнении Тензо. И Тензо. Пока что играет соло-опорник под база. Питер в упорене шарте. И у Питера на Север ЗУ еще есть. Так что без размена отсюда стейкеров точно не выйдут. Но так или иначе, первая флешка под шорт. И под утрон не есть информация. Лонг пушит бравада. Меч минусует уже понятно на нижней тянке. И вот он супер-мегагига-огромный лонг. Тут куча людей. Получается пока что сохранить в своей жизни. Но не все. Фейди очень-очень-очень биты. 3 в 4 не ошибка удобная ситуация. Это очень интересный перестрел который будет здесь. Который заканчивается победой. Иллюзия все-таки вернула убивать. Боба поставлена. Ой, Сони как же что я отъехал. Ты господи ж боже мой. Фейди сможет или нет против шиноби. Причем по фейди есть информация. Его пытаются здесь выкрыть шиноби оба родовой. Но и здесь на длину должен создать мяч. Это может быть буст будет. Да, будет бут шиноби закрывать фейди. Иллюзия в 1 в 2 остается. Имеет информация о том, что 2 игрока на катайон. Кстати, под это смог можно пойти и дискредитировать 2 игроков. Мяч садится на деф. У мяча китов нет. В этом сейчас самая главная проблема. Иллюзия выходит через маке. Надо сбивать. Женоби его видит. Иллюзия. Иллюзия по этой деф. Мяч погибает. Это 10 для Бравада. Спавдис Авокадо. Фор Бравада. Ой, ой, ой. Авокадо поехали в чатике. Ты ж боже мой. Пауза конечно залетает. Если честно я не верил в рейтейк сейчас. В том плане, что это правда было. Но китов не было. Были бы китов и разминировал бы команды стейкерс. Но мне казалось, что на самом деле и так было бы достаточно сложно. Неожиданно. Наверное, пожалуй. Неожиданно. Окей. Будем смотреть дальше. Потому что может быть и Бравада собрались. Хотя конечно Дедаст явно не самый лучший от них. Что-то совсем он и в начале не пошел. И на первый плей не пошел. И вообще не пошел. И короче сложно все. Ну что, денег у команды стейкерс хватило на дигл. 2 диглата по 250 чешка и скаут. Ну слушай, это вообще прям закуп, закуп, закуп в ноле. Я тензи, есть минус по джейти. Вот он. Первый фраг для команды стейкерс. Ну вот такие раунды они умеют брать. Мы видели 5 глаков. И помню 4 глака, 1 по 250. Без арморов и они такой раунд забрали. То есть если такой раунд заберут, я сейчас когда не сильно-то удивлюсь. Но это будет под базу ба-тензи еще один хэдшот по Фейди. Ну иллюзив будет разваливать. Ой, блайндовые иллюзивы. Ой, не попадает уже два раза. Тенз, тенз. Наконец-таки третий минус от себя делает со скаут. Как же он хорош. И хорош хэдшот от Питера через бокс по Сонику и Детроне. Один в три. И они проиграли этот раунд. Я не удивлен. Но просто это реально смешно. Не получилось, да. Не. Получилось. И команда Бравада. Деньг особо нет. 15 вероятный для тестейка. Если на самом деле мы походу на третью карту будем переходить. Ну в смысле тут и так. Это практически очевидно выглядит. Ну ладно. Ну окей. Бывает. Я думаю сюда 0 будет. Честно. Тебе признаюсь. Тут сообщение от Котлакс. Зачем форсить? Ну сейчас вдруг у тебя пройдет несколько секунд. Ты узнаешь зачем форсить. Вот это да. Вот это да. Тестейкерс выходит практически на 15. Но это 5 деглов. И 5 деглов которые будут вырываться на базу А. Сейчас полетят флешки под врыв на Аплэнт. И уже у Тензо имеется информация. Нужна хвофа. Трозву есть первые минусы по Сонику. Также разминат Тензо. Хороший фраг. А также есть АДжейти. Хороший счет по Тензо. Но уже на шарте РЗУ. И РЗУ может просто откинуть что-то. Есть что откинуть? РЗУ нету? А есть смог. Но смог зачем? Здесь он не нужен. Летели узив и Детрони. Остается втроем. Так. Будем смотреть чем это закончится. Падает Соноби. Детрони. Еще одного минусы. 2 в 3. В итоге большинство для команды А. И Оу. Джети падает в мультифрабрых. Иллюзив попадает. Не попадает. Детрони. Последний. 1-1 против снайпера. И все-таки Питер делает этот килл. И пытается добежать. Что-нибудь раздефьюзить. 4 секунды у него есть. Все будет судя по всему хорошо. 15 раунд за командой ТТ. Уля-ля. 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 Уля какие. Эти тэстейкерсы. Это да. 5 маппоинтов. И скорее всего выход именно на третью карту. А третья карта это Трей. Интересно. Очень даже интересно. Это будет посмотреть. Но опять же есть еще шансы бравада, что они закроют 5 подряд. Небольшой шанс призрачный. Но он опять же имеется. Немножко не пошло у них на втором дасте. Зато молодцы тэстейкерсы. Собрались парни. Пусть и флейм был внутри команды. Но довели до маппоинтов. Это дорогого стоит. Соглашусь. Все вроде как и так. 2 мактена. Галил. 2 АК-47. Не самый простой вариант для команды бравада здесь. С точки зрения тенденции почти не верится, что дойдут до 15-го. Вполне верится, что дойдут до 12-го и отлетят от 16-12 все равно. Или еще раньше. То есть, ну не очень, не очень хорошо с точки зрения того, что здесь будет происходить. И третью карту, вероятно, мы все-таки видим, но посмотрим пока что 11-й раунд. Аплант отпущен. Тейк 5-5 будет. Да, да. Отпущен аплант был командой ТТ. Будем смотреть ртейк. От Питера. Снова какой-то прострел через машину по Детроне. Ну, последний вот от нескольких раундов Питер действительно очень хорош. Мич выходит. Видит своего оппонента. Минус 2 поедет уже 5-3. Погибает у нас вся команда бравады. Это 16-10. Тестейкерс берут второй даст. Ну и путевка последняя от североамериканского региона решится на карте Детрейн. И кто же на этом Детрейне поедет как раз-таки покорять минор Бравады или Тестейкерс. Узнаем через несколько минут. Все так. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Иногда лучше просто смотреть на самом быстром мобильном интернете в стране. Мегафон, включайся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...